Мы все снимаемся в видео, снимаемся, а кнопку-то нам когда дадут? Всем привет, я Анна Оськина и я наконец-то получила серебряную кнопочку YouTube. Эта кнопка ехала до меня больше двух лет, поэтому я хочу разделить радость с вами и распаковать ее вместе. И конечно не будем убежать малыша клоу и сделаем кнопочку и им, ведь они очень стараются. Ура! Вот большая настоящая кнопка и кнопочка малышка. Ставь лайк, если тебе нравится мой канал и подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. А что это ты делаешь? Смотрю крутое приложение Амина. Кстати, я там Анна Оськина, так же как называется мой канал. О, интересненько, покажи, покажи. Смотри, в Амина много сообществ по интересам, а есть и про вас, про любимых куколок Лол. А внутри рисунки, опросы, викторины, конкурсы, чаты, голосовые чаты. Можно публиковать свои записи и рисунки. А еще можно смотреть, кто из участников сообщества чем занимается в данный момент. О, как классно! Там очень легко знакомиться, заводить новых друзей, общаться. Тем более, что у вас точно будут общие интересы. Я просто залипаю по опросам. А вы давайте отвечать вместе. Перехожу в опросы и отвечаю на все подряд. Кто лучше, голосую за единорожку. Так, какие у нас еще тут опросики? Смотрите, мне уже кто-то в чат пишет. А сейчас отвечу. Привет, ты попадешь в мое новое видео? Это очень классное приложение, которое можно загрузить в свой телефон или планшет. Ссылку на него оставлю в описании под этим видео. Вступайте в Амина и общайтесь. Но переходим же к распаковке моей кнопочки. Да, эту кнопку я ждала больше двух лет. Хотя у меня уже очень-очень давно больше 100 тысяч подписчиков. Я уже, если честно, думала, что про меня забыли. Когда меня кто-нибудь спрашивал, получила ли я кнопку, я даже не знала, что ответить. Ведь подписчиков-то у меня уже больше 700 тысяч. А кнопки все не было и не было. Она все не приходила, где-то там застряла. Но я дождалась. Когда курьер неожиданно принес мне коробочку от YouTube, я не могла поверить своим глазам. Я сразу же обрадовалась. И такое волнение у меня произошло. И я сразу подумала, ну неужели, неужели эта кнопка не может этого быть? Ведь мне даже никто не писал, что мне должна прийти кнопка. Это было очень неожиданно. Та-дам! Вот она, моя маленькая награда. Так красиво упакована. Поставлю на полочку и буду любоваться. Спасибо большое вам, моим подписчикам. Потому что эта кнопочка наша с вами. Это ваша заслуга. И если вдруг ты, да, вот ты еще не подписался, то сделай это прямо сейчас. И будь с нами. Вперед к новым высотам. А теперь давайте сделаем кнопочку для малышек Лол. Ведь просили же и они действительно стараются. Для работы мне понадобится черная и серебряная полимерная глина FIMO. А еще я вырезала вот такую маленькую распечатку, чтобы вклеить ее внутрь рамочки. Раскатываю пласт черного цвета толщиной примерно 2 миллиметра. Для задней стеночки. Раскатываю еще один черный пласт. Из которого я уже буду делать рамочку. И подравниваю этот пласт по размеру вкладыша внутреннего. Отрезаю две части. Накладываю вкладыш на основу. И приклеиваю эти две части сверху и снизу вкладыша. Затем беру еще один пласт такой же высоты, как верхняя и нижняя части. Делю его пополам. И прикладываю эти детали по бокам. То есть получается вкладыш как будто бы утоплен вниз. Как будто бы он окружен рамочкой. И конечно же все это нужно подравнять. Я хорошо прижимаю боковые стороны, чтобы они не отпаливались. И лезвием аккуратно отрезаю все лишнее по бокам. Чтобы осталась только рамочка. Вот так вот легко и просто можно сделать рамку из полимерной глины. Раскатываю пласт серебряного цвета толщиной примерно полтора миллиметра. И обрезаю края при помощи круглой формы. Если нет круглой формы, то можно сделать и квадратную кнопочку. Но настоящая кнопка очевидно округлая. Отрезаю с одной стороны, с другой сверху снизу. Получается аккуратненькая деталь. И теперь нужно сделать там выемку в виде треугольника. Для этого я делаю резиновый штамп из стирательной резинки. Беру ненужную мне стирательную резинку. Отрезаю кусочек и вырезаю из этого куска треугольничек. А затем беру этот новый штампик. И придавливаю по центру кнопочки. Чтобы получился вдавленный в кнопку треугольник. Это же кнопка play. По-моему получается отлично. И теперь и рамку и эту кнопку отправляю запекаться на 20 минут при температуре 110 градусов. После выпекания беру глянцевый лак Fimo. И покрываю серебряную кнопку, чтобы она стала блестящей. И жду когда лак высохнет. Ну а когда лак высохнет приклеиваю кнопку внутрь рамки. И тадам у нас получается самая настоящая маленькая кнопочка. Которую я хочу подарить моим куколкам Лол. Ведь они точно ее заслужили. Теперь и у нас есть кнопка. Как классно! Дорогие друзья, я хочу сказать вам большое спасибо, что вы смотрите мой канал. Я очень рада, что вам интересны мои видео. И спасибо, что поддерживаете меня лайками и комментариями. Для меня это действительно очень важно. И я всегда с большим трепетом отношусь к вашему мнению. Ну а я постараюсь придумывать для вас что-нибудь интересненькое. Буду снимать новые видео. И мы еще многое сделаем вместе. Желаю вам всем творческих успехов, неисчерпаемого вдохновения. Самого классного настроения. И до новой встречи уже совсем скоро в моих новых видео.